70-летие победы в Великой Отечественной войне фронтовик Иван Александрович Пушнин готовится встретить при полном параде. Если, конечно, получится. Об этом он заявил в съемочной группе информанистского «Высота 102», которая посетила ветерана накануне приближающегося праздника. Об условиях его жизни редакция не раз рассказывала в своих публикациях. Напомним, в частном доме на улице Ольгинской Красноармейского района Волгограда 90-летний ветеран много лет живет без всяческих удобств – воды, туалета и ванной. Что же изменилось в жизни фронтовика? Редакция застала в доме гостей, а сам фронтовик работал в огороде с граблями. Как пояснил, разравнивают участок, под который проложена канализация. Но гости оказались совсем не гостями. По словам замначальника цеха по эксплуатации сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства Красноармейского района МУП «Горводоканал», только что его сотрудники завершили работы в доме. Нашим цехом выполнены работы по прокладке водопровода и канализации к жилому дому Ольгинской, 11, квартира 4. Проложено 70 метров водопровода от муниципального водопровода. Сделана врезка, установлен колодец на месте врезки. К 9 мая он уже 100% будет с водой. Он уже, можно сказать, сейчас с водой находится. Только осталось подключить внутренние приборы для пользования. Вопрос теперь в том, что работы надо довести до конца. А кто это будет делать, он не знает. Вроде как вода в доме уже есть, но на самом деле еще нет. Кто там будет делать, устанавливать раковины, подсоединять канализации. Кто будет делать, я сейчас не знаю, к кому обратиться, кто там будет делать. Пять лет ждал, пока вот уже водоканал взялся и сделал. Он снова благодарит водоканал за их хорошую работу, вспоминает репортажи высоты. Конечно, водоканал молодцы, сделали хорошо, оперативно, быстро. И все сделали, хорошо сделали. Все то, что нужно было сделать им, они все сделали как положено. Я им благодарен, водоканалу. Спасибо редакции, потому что за счет редакции они протолкнули всю эту работу. Высота 102. Эти вот особенно они старались оповещать, в каких условиях я живу. Солдат Пушнин ушел на фронт, когда ему было 18 лет. Всю войну было артиллеристом, День Победы встретил в Германии. С тех пор для него этот праздник самый святой и светлый, потому что он боролся за светлую жизнь новых поколений, рассказывает он. Но неужели и сегодня, и потом ему придется ездить в Кировский район, чтобы в бане искупаться? Он говорит, что на самом деле очень важно внимание. В этом оставшиеся в живых ветераны видят не только благодарность потомков. Это дает им уверенность в том, что их подвиги на передовой в тылу были не напрасны. Он говорит, что очень хочется, чтобы начальники, от которых зависит его жизнь, довели дело до конца. Мне бы тоже хотелось 9 мая встретить как по-человечески, с радостью, чтобы все было хорошо. Этот вопрос не дает фронтовику покоя. За комментарием редакция «Высоты 102» обратилась по этому поводу главе администрации города Волгограда Александру Чунакову. Он связался по телефону с главой администрации Красноармейского района Александром Плевиным. Это про ветеранов войны, Красноармейский район, Пушнин, вода и канализация. И что сделано, и когда будет сделано? Если сделано. Значит, по плану, который утвердили вы, значит, до 1 мая мы должны сделать. Сделаем с помощью водоканала, и основное задание у них, значит, до 1 апреля. Вода уже, водоподведение сделано, а водоотведение будет сделано в ближайших 2-3 дня. Александр Ильич, ну давайте вам на контроль, выполняем и наружные сети, выполняем внутреннюю разводку, ставим сантехнические приборы, поздравляем ветерана войны с Днем Победы и докладываем о выполнении. Я понял. Редакция «Высоты 102» будет следить за развитием событий. Продолжение следует...